Добрый день. Давно хотел записать видео, поясняющую ситуацию, потому что как-то вот в первое видео по поводу психического здоровья и занятия боксом участие аудитории вызвало некое непонимание. Ну, возможно, как раз в той части, которая интенсивно занималась боксом в тяжелом весе, немного пропускала в голову, поэтому как-то меня не слишком услышало. Хорошо, повторим еще раз, тем более, что сейчас как раз появился такой повод, бой Емеляенко-Кокляев с известным результатом, и как раз-таки очень иллюстративные в плане проблем, которые могут возникнуть при занятии боксом. Во-первых, бокс очень хороший вид спорта. Заниматься боксом очень полезно. Я бы более того сказал, что в принципе, если бы боксом занимались в той или иной степени, не обязательно, естественно, даже на уровне любительских соревнований, просто вот так вот на уровне того, чтобы походить, постучать, там немножечко спарринге постоять, это было бы, наверное, неплохо вообще для всех. Ну, для юношей совершенно точно, но и для девушки, я думаю, тоже. Хотя сейчас тенденция такая, что девушки, похоже, начинают заниматься единоборствами больше, чем юноши. Ну, так вот, это хорошо. Бокс – это хорошо, это замечательно, это отличный вид спорта, который даёт человеку уверенность в своих силах, который снижает напряжённость и страх в плане того, что меня могут ударить по лицу. Это отличный вид спорта, который развивает и физическую, и психическую силу, и выносливость. Это всё прекрасно и замечательно. И как человек, который сам занимался когда-то боксом, но только немножко совсем, но, тем не менее, да, могу сказать, безусловно, это очень полезно и хорошо. Так что нет, ничего против бокса я не имею. Другое дело, другое дело, что надо реально оценивать свои возможности. Вот, например, хотя это был профессиональный бой, Емельяненко-Кокляев, но всё равно, что мы увидели фактически на первых, ну, на первых, там, полутора минутах, достаточно тяжёлый нокдаун, который не был зарегистрирован. Ну, счёт не открывался, по крайней мере. И фактически потом Емельяненко просто, ну, давал возможность Кокляеву как-то ещё продержаться на ринге хоть какое-то время. При том, что реально он его мог добить сразу же. Тем не менее, всё закончилось тяжёлым нокаутом, опять-таки. И я думаю, что при таких весовых категориях, при такой тяжести удара и при возрасте бойцов около 40 лет, одному 38, другому 40, я бы на месте Кокляева обязательно бы уделил внимание тому, чтобы восстановиться после вот всех этих черепно-мозговых травм, которые он получил. Потому что любой нокдаун в таком весе, ну, тем более нокаут, это однозначно черепно-мозговая травма, как её ни называй. Там, возможно, и не будет прямо сейчас каких-то последствий, но тем более в возрасте около 40. Возможности организма по установлению совсем не те, что в 20 лет, тем более там в 15-14. И без последствий это, конечно, может пройти, если повезёт. А может и не пройти. По сути дела, если уж сравнивать вот так по тяжести, то вот такие вот последствия поединка, которые мы наблюдали на этом бое, мы вполне можем приравнять по тяжести к транзиторной ишемической атаке, то есть прединсультному состоянию. Ну, если сравнивать с чем-то не связано с травмой, а, допустим, вот с сосудистой патологией. И, соответственно, это требует как минимум месяца по-хорошему медикаментозного лечения, реабилитации, восстановления, ну и как минимум полугода, на мой взгляд, отказа от любых черепно-мозговых травм в этом возрасте. На что хотелось бы обратить внимание. Тяжёлый вес, очень резкий, очень хорошо поставленный удар у Емельяненко. Конечно, здесь говорить о том, что это не будет иметь последствий или не имеет последствий, просто глупо. Если речь идёт о том, что боксом занимается человек в лёгком, на легчайшем весе, ну, если мы говорим, допустим, о подростках, подростки тоже бывают больше 100 килограмм, я понимаю, но, тем не менее, всё-таки основная масса, те, кто идут в детстве и занимаются боксом или в подростковом возрасте, они всё-таки не тяжи и не супер тяжи. Если бой идёт, спарринг идёт не на однозначно вот такую прямо вот победу любой ценой, или умереть на ринге, или победить, то это не является проблемой, это не создаёт проблемы в дальнейшем, это не является катастрофой. Если мы говорим о спорте высоких достижений, то, естественно, как любой спорт высоких достижений, какой хотите, возьмите, там, плавание, теннис, гимнастика, лёгкая атлетика, бокс также является, естественно, травматичным, естественно, с большими затратами, с большими потерями, в том числе и воздействиями на психику, вследствие вот этих вот регулярных хронических, а иногда тяжёлых черепно-мозговых травм. Кстати говоря, опять же, чтобы меня как-то услышали, да, это не потому, что бокс плохой, да, потому что такое потенциально возможно не только при боксе, а при любых единоборствах, где удары в голову допустимы. Спортсмены, которые вот именно что часто получают по голове, и особенно если они потом начинают злоупотреблять алкоголем, в большей степени связаны к состояниям патологического опьянения и к сумерченным помрачениям сознания. То есть к изменённым состояниям сознания, когда человек становится крайне агрессивен, не руководствуется, а действует движимой аффектом ярости, и после того, как совершает зачастую совершенно непоправимые насильственные преступления, отключаются, засыпают, просыпаются и ничего не помнят. К сожалению, исправить ситуацию после этого уже, естественно, нельзя. Поэтому, поэтому, ну, ещё раз, чтобы меня услышали любители бокса, спортсмены, а вот, бокс, спорт замечательный, хороший, нужный и полезный. Но учитывать риски, безусловно, надо. Если ты в тяжёлом или супертяжёлом весе, ты должен понимать, что любой пропущенный удар в голову, это, ну, скорее всего, той или иной тяжести черепно-мозговая травма. Если ты продолжаешь заниматься, ты должен понимать, что до 30 лет, ну, по-хорошему, до 25 лет, ещё что-то как-то может восстанавливаться после 25. Восстановление идёт с большим трудом, а в возрасте 40-45 лет, например, восстановление, ну, возможно, чисто теоретически, но на практике я очень сильно сомневаюсь, что это получится. Так что вот так вот. Все занимайтесь боксом, это очень хорошо и очень полезно. И я думаю, что вот мы вернёмся ещё к этой теме, когда будем говорить про насилие и про то, как его избежать. И не допустить, а так, бокс вид спорта хороший, но имеющий свои риски, как точно так же имеет свои риски и абсолютно любой другой вид спорта. Просто это ближе именно к психике. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем портале, на нашем канале на портале youtube.com Всего вам хорошего. До свидания.